Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро-78 дверей. Иногда, когда отношения постоянно находятся в таком, знаете, я не знаю, там, тысячу вольт, да, когда прям адреналин, как бы, когда происходят вот какие-то сумасшедшие страсти, причем есть прям такие пары, которые ничего с собой сделать не могут. Если они, например, выясняют отношения, вы попробуете между ними сесть, вы будете чувствовать вот эти вот, я не знаю, там, от 1000 до 500 вольт вот этого напряжения, что между ними происходит, даже если они будут молчать. И на каком-то этапе, естественно, человек устает от таких отношений, потому что в таком постоянном, как бы, адреналине тоже тяжело находиться, да. Я вот назвала расклад. Я устала от любви, я любил каждой клеточкой тела. И смотрим нашего мужчину, насколько он тут уже устал или еще готов бороться за отношения, да. Наш мужчина. Наш мужчина романтик, наш мужчина такой творческий, да, у него всякие разные мечты. Он у нас такой мальчик в коротких станишках, который только-только начинает строить отношения. И вы для него целый мир, с которым он хочет и семью, и детей, и совместное проживание. Так, его состояние сейчас. Его состояние сейчас, он очень сильно увлечен вами. Но иногда у него какая-то нападает апатия, усталость, потому что он не может до вас достучаться, то есть не может что-то вам доказать, и как бы стоит стена непонимания. Так, его внутренние комплексы. Так, внутренние комплексы связаны со страхом вас потерять, поэтому он пытается как-то вам писать, даже не надеясь на ответ, да, и старается, ну, делать какие-то сюрпризы, подарки, чтобы, ну, хоть как-то поддерживать эти отношения. Его достоинства. Смотрите, он обеспеченный мальчик по Тузу Пентакли, да, но при этом не торопит какие-то события. Я бы еще сказала, что мальчик религиозный или высокодуховно-нравственный, да, который чтит традиции и, я бы сказала, не бегает налево-направо, да. Так, его недостатки. Недостатки. Очень близко все берет к сердцу, очень сильно переживает, грузится, очень сильно обижается. Недостатки, что он хочет получить здесь и сейчас, да, вот вы не положь ему. И недостатки, что он, как бы, будет заботиться о всех своих родственниках, скажем так, в своем роду, так как-то у них там положено, да. С чем связана апатия его, давайте смотреть. Так, апатия связана с непониманием. То есть вы ему говорите или он вам говорит, и как будто бы, знаете, вот дверь у вас прям закрытая, стеклянная, вы друг до друга достучаться не можете. Это, кстати, может быть, если мужчина-иностранец, погрешности гугл-переводчика. Вот кто общается с иностранцами, девочки, обращайте внимание, потому что 10 раз надо кинуть перевод для того, чтобы получился тот смысл, который вы хотите. Он очень много ездит, он много занимается спортом, у него может быть, кстати, перенапряжение. И очень много он где-то работает на людях, то есть он все время на виду. Так, что бы он хотел от ваших отношений? Он хотел бы эти отношения строить как бы скрупулезно. Он хотел бы узнавать вас больше и больше. И он все время советует у кого-то, спрашивает, как эти отношения строить. И на самом деле он хотел бы, чтобы в ваших отношениях было как на американских горках, что, в принципе, и происходит на данном этапе, да. Так, что он получил? Хотел одно, а получил что? А получил то, что периодически вы его бросаете, но он возвращается, как бы, да, сидит и ждет, потому что он хочет с вами этих отношений, но очень сильно переживает какие-то обидные сказанные вами слова. Он считает это прям каким-то оскорблением, да. Что в итоге? В итоге что у нас? Ну, вы сильнее, конечно, его. Вы этого зверя в любом случае приучите. Он будет у вас дрессированный. Он все равно вами увлечен. Очень много он о вас думает, то есть с вами, без вас он все равно о вас думает. Так, у вас в результате будет большое счастье, любовь, дети, брак обеспеченный, да. Он всегда будет вас ждать, чтобы вы там где-то приехали. То есть будет еще шанс один для отношений. Вы обнулите все ситуации, все помиритесь, все забудете. И с головой окунетесь в эти отношения, в иллюзии, да, как бы, потому что вы у нас такая девочка не бедная. Как бы знаете себе цену и никуда вот этих отношений не денетесь. Как бы тяжело не было, вам придется тащить и трудиться в этих отношениях. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный и мы рассмотрим вашу ситуацию.